Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали интересный диалог о церкви. Но не просто о церкви, а о иерархии в церкви. Поговорили о том, как она изначально появилась, и говорили о ее изначальных функциях иерархии. А вот сегодня мы решили продолжить этот диалог и продолжить говорить о том, как произошла некая эволюция, трансформация. Но в первую очередь, конечно, трансформация в сознании верующих людей, иерархии церковной. Говорим мы с ректором Самарской духовной семинарии, протереем Максимом Кокаревым. Здравствуйте, Павел. Добрый день, сестерги. Добрый день, дорогие телезрители. В прошлый вторник мы закончили, собственно, на том, как апостол Павел именует в послании к Тимофею, что синонимично воспринимаются епископы и пресвитеры. Но в какой-то момент, в исторический период, все-таки функции каждого из представителей церковной иерархии жестко фиксируются. В какой-то момент четко уже имеют очерченные границы пресвитерское служение, очерчено епископское служение, диаконское служение. Но вот сейчас мы как раз наблюдаем некую такую печальную тенденцию, в первую очередь, конечно же, в отношении людей, приходящих в храм, те, кого принято называть миряне, то, как воспринимается священник. Вот, наверное, давайте начнем сегодняшний наш разговор, диалог с того, предстоятель, проводник, одно ли это тоже, в богословии церковной иерархии. То есть, какова все-таки функция человека, стоящего между, условно говоря, между народом и Богом? То есть, вот, как это осмысляли апостолы, как это осмыслялось, может быть, виднейшими представителями богословия, и как мы дошли до того, что, ну, какие-то вещи стали откровенно забыты и искажены? Ну, вот, мы как раз, да, закончили на предстоятельстве, как это говорим. И вот, судя по всему, что мы знаем из книг Нового Завета и из ранней христианской литературы, то изначально какого-то такого клина, зазора, там, разрыва церкви на вот иерархию, которая самодостаточна, имеет какую-то благодать, да, и вот для нее все остальное не нужно. Да, и остальными такого, конечно, не было. То есть, функции предстоятеля, они вообще немыслимы без общины, они рождаются из общины, скажем, отчасти, они вот очень органично с ней связаны. Предстоятель – это тот, кто предстоит, да, вот, вот вся община предстоит перед Богом. Не значит, что предстоит только он. Это как бы стоящий на шаг впереди. То есть, все-таки, определенная роль пастыря есть, и когда Павел пишет таким людям, он пишет, спасите стадо ваше во внимании, да, в, так сказать, в понимании ответственности, которую вы все равно несете, да, то есть пастырское, это еще тоже одно слово, оно тоже именно так и фигурирует. Пименус – пастырь, пастух, да, вот. Это тот же предстоятель. И, ну, вот эта предстоятельность, она, конечно, не оторвалась. Предстоятель был вот тем, кто предстоит, да, перед, вот, впереди стоящий. То есть, дословно, например, вот это слово «праистамонос», вот это стоящий впереди. Вот. И, в принципе, и литургически, и во всех других аспектах, это единство, оно, ну, первое самое, так сказать, даже не 10 лет, не 20, там. Ну, то есть, вот связь между общиной и предстоятельным гораздо ближе. И, то есть, он действительно, его задача не заслонить Бога, не стать посредником в том смысле, что, как раз, кто-то между стоит и отсекает, да, а просто вот весь церковный корабль, есть такая идея, даже вот в церковном построении, церковь как корабль, идущий к спасению. Вот. И вот такая, говорит, устремленность туда, к Богу. И, говорит, впереди, как у нас в том числе и построение литургическое, даже во время молитвы, когда священник стоит чуть впереди, да, стоит туда же, на восток обращен, куда и все остальные, и он является кормчем этого церковного корабля. Это, кстати, один из моментов, который литургически все-таки подчеркивается, и когда мы видим в протестантских деноминациях, и, к сожалению, у католиков после Второго Ватиканского собора, священник становится лицом к людям. С одной стороны, это кажется очень здорово, демократично, повернувшись лицом к людям, не надо смотреть на затылок, так сказать, нечестно. Но получается, что при этом стоит вот не туда лицом, куда все стоят, и вот это даже символически происходит некая замкнутость, то есть у них неустремленность, да, вот в этой молитве, а скорее вот обращенность друг на друга, и Бога-то как-то вот выхода к Богу, да, даже внешне, даже в этом, это не самое, конечно, главное, это все поэто, это вторично, и так можно, наверное, жить и молиться. Но здесь очень важен, да, и даже вот этот момент, да, оно как-то этой устремленности нет. Ну, потому что форма рождает содержание, безусловно. Конечно. И поэтому многие, вот, с кем я общался, действительно, те же католики, кто еще, может быть, постарше, кто помнит, как было раньше, имеют возможность сравнивать. Я не встречал восторженных отзывов о вот этой, то, что это называется versus populum, то есть, сказать, напротив-против народа лицом. Это новая форма постарения, которая возникла даже не в результате самого Ватиканского собора, а после, как уже в развитии. На самом соборе этого не было сказано в документах собора ни разу. Это подзаконные какие-то пошли документы чуть позже, потому что там в конце 60-х, 70-х, вот они там 50 лет уже так стоят. В общем-то, они, с одной стороны, стали делать так же, как протестанты, вот, может быть, стараясь где-то, так сказать, от современности не отстать, да, но при этом большая часть католического народа понимает, что в этом что-то, так сказать, не то. Иногда даже не улавливая почему, но чувствуя, что как-то не так. И вот это предстоятельство, оно было всегда очень важным, что понимать, что и предстоятель, и община без предстоятеля тоже не может. Вот совсем установить иерархию, как бы кому ни хотелось, нельзя. Это просто тогда масса без вот этого пименос, без пастуха, без, значит, да, лидера. И так никогда не было, даже во имена апостолов. Они спредоставили тех, кто вот, ну, например, Тимофея, Тита и прочих там. И даже всех старых мы по именам не знаем, их были там сотни, тысячи. Титу дается по велению поставить во всех городах этих вот епископов или пресвитеров, называли одинаково. Ну вот, и со временем происходит вот что. Со временем действительно вот это такое органичное служение, где и община без пастыя неполна, и пастыя без общины никто, потому что он тогда непонятно от лица кого. Тогда его молитва, если он молится просто один без общины, становится его личной частной молитвой, келейной. Такой же, как, наверное, вот келейная молитва любого другого. И поэтому вот, то есть в среднем веке католики пошли своим путем, у них вот как раз вот это ощущение обособленности и иерархии, что она, ей вообще не нужен никто. То есть и католический священник, начиная с, не помню точно, с какого века, вполне мог абсолютно один, в полном одиночестве служить мессу. То есть и само понятие литургии, которое переводится как общее дело, вообще непонятно, куда здесь девается. То есть получается, что и литургия, и фористическая служба, это дело его личного благочестия. Захотел, отслужил, захотел, не захотел, с людьми помочь, захотел один. То есть потому, что он вот, так сказать, во время совершения мессы, особенно католический священник, викариус Кристи, представитель Христа на земле, в этот момент он, то есть ему вообще, так сказать, никто не нужен, он полновластен. Вот. И хотя даже если мы берем как архетип, такой модель Тайной Вечери, там тоже Христос, конечно, но вообще-то без учеников тоже, с кем была бы эта вечеря? То есть как бы она, то есть вот модель, в этой модели предстоятель, это как бы, ну, исполняет, условно, король Христа на Тайной Вечере, возглавляющего Евхаристию. А если там больше бы никого не было, это была бы же, наверное, какая-то другая история. Вот. Ну, католики пошли путем большего такого, как бы, то есть там иерархизация достигла каких-то вообще, там, мы не говорим, что у нас все хорошо, потому что изначально вся церковь шла этим путем. Мы уже видим, во-первых, во втором, третьем веке, видим, что иерархия усложняется, появляется пресс-фитер. В этом самом нет вообще ничего плохого, просто епископу одному руководить общиной по мере их разрастания. Это очень техническая вещь. То есть, когда людей становятся не сотни даже, тысячи, когда они, несмотря на гонения церкви, растут, у епископа, да, действительно возникает один, два, три, несколько помощников, которые составляют совет при нем. Их называют пресс-фитеры, переводится как старейшие. И вот этот совет называется пресс-фитериум. То есть, он управляет уже не один, очень тяжело одному, а при помощи, да. Но они все равно являются не, вот, полными, скажем так, носителями. Потому что мы знаем, что их полномочия им делегируются, даже вот литургические. И первое время церковь все-таки долго пыталась хранить эту идею Игнатия, что одна евхаристия, один епископ. Да, то есть, но как это может быть в большом городе, где христиан уже столько, что все они собраться в одном месте вокруг одного епископа не могут. Им приходится вынужденным образом делиться на несколько приходов, как мы сейчас сказали. То есть, если раньше это одно евхаристическое собрание, то со временем несколько. И епископ посылает туда пресс-фитеров. Но в идее церковь это все равно одно. Епископ-то один, а это его делегаты. Они это иногда даже пытались поддержать технически. Это очень сложно. Была в века, там, чуть ли не до четвертого, такая практика, практика фермента или закваски. Когда епископ раньше начинал евхаристию, освящал хлеб, и вот эти части тела раздроблял, давал, там, каким-то, значит, помощникам, типа, эпидеканам или акалитам. И они бежали, скороходы, в эти вот отдельные, значит, приходские собрания и влагали в чашу хлеб, посвященный епископу. Подчеркиваю, что это одна евхаристия. Но так тоже долго нельзя. Потому что еще больше росли епархии. И если бы у нас сейчас так было, сколько у нас в Самаре храмов, а самарская епархия, это не только Самар. Надо было посылать Новокуйбышевск, да, там, и так далее. То есть, поэтому, конечно, иерархия усложнилась. Но в самом этом еще не было, скажем так, предопределенности к тому, что будет какой-то там сильный зазор между... Ну, вот, пресвитеры были такими же, да, так сказать, собратьями и сослужителями епископа. Хотя при этом, конечно, века с третьего уже видно, что повышается статус иерархии, что иерархия, да, все больше, как бы так, выделяется, имеет, так сказать, особый вес, особую роль. Это видно в трудах, там, Киприяна Крафагенского, которые очень высоко-то, да, там. И как-то постепенно, потому что никто это формально не произносил, каких-то там, ну, не знаю, уничижающих вещей по отношению к остальным, к общине. Да, но по факту происходит так, что статус... Потому что церковь, особенно когда церковь перестает быть гонимой, когда церковь становится буквально частью империи к концу IV века, и статус епископа становится близким к статусу светского какого-то чиновника, да, там, то есть высокопоставленного, сопоставляем со статусом префекта этого города, то, в общем, конечно, это не может не вносить определенные, так сказать, изменения. Той простоты, может быть, общения первохристианской, конечно, уже быть, ее нет, и вообще сложно было, наверное, вот ее в тех реалиях удержать. Причем это начинается даже в эпоху гонений, хотя, казалось бы, в гонении, какая власть у епископа, он так же страдает, так же его первого вообще казнят, когда гонение. Но в периоды затиши между гонениями, внутри церковной жизни, когда по 30-40 лет было спокойно, тоже, значит, уже как-то обрастало такими статусами. И это вот все наши современные претензии, да, они абсолютно не выглядят новизной, когда читаешь Оригена, например. Оригена или Тертулиана, который, кстати, вот это, наоборот, вот эта иерархизация его оттолкнула, и Тертулиан ушел, так сказать, в секту, в конечном итоге, и вот не устраивало то, что происходит в его время. Ориген пишет вообще просто, да, ну, какие-то вещи, которые сейчас звучат очень, так сказать, своеобразно. Ориген пишет, что дожили, говорит, что у нас вот епископат становится подобным светским чиновником, уже готовы окружить себя чуть ли не гвардией какой-то, ну, свитый какой-то, да, там, и безмерно далеки они от народа, я немножко, я пересказываю, Ориген немножко так сказал, что, в общем, и не находят у них попечения, особенно-то, серые, больные, убогие, нищие, уже где так не дойдешь, то есть он еще помнит, как было несколько раньше, это вот еще время, когда это не было данностью, то есть еще помнили, что все было немножко по-другому, да, и Ориген сетует, да, что, то есть достаточно его почитать, он очень так язвительный, как человек действительно первовладеющий и мудрый, он дает характеристику третьего века, еще эпоху гонения, еще церкви, ну, в общем, не самую лестную, он скорбит, он не говорит, что это нормально, вот, хотя сам какое-то отношение, да, там, то есть, его, значит, все-таки не епископом, но клириком он был в конце жизни, вот, то есть это видно, но самое главное, даже не то, что, так сказать, у епископа появился какой-то, ну, больший статус, просто большая, огромная епархия, конечно, и статус, уважение больше, какие-то, может быть, элементы, там, светской власти тоже, это не самые лучшие, но вот церковь стала частью империи, поэтому самое, наверное, самое богословское тяжелое, самое главное искажение, это все-таки искажение литургическое, это, мало ли, там, стали они беднее или богаче, вчера их убивали, сейчас перестали убивать, да, сейчас их сопровождает свет, вот они идут службу служить, да, епископ, да, уже идет, там, сказать, да, окруженный, там, теми же околитами, пресвитериумом своим, да, все это уважение, он в какой-то степени был даже органичным, его уважала пастор, да, пастор, и он, Павел говорит, уважайте наставников ваших, да, то есть, понятно, что это уважение по-разному может уважать, то есть, не в самом, как бы, возвышении даже речи, то есть, если это епископ большой и сильный кафедр, да, пастори такого огромного стада, условно говоря, да, то, конечно, там, как-то он все это уважение на себе испытывал. Другое дело, что внутри сознания, собственно, христианского происходит искажение литургического восприятия, и, а вот это уже история еще более поздняя, его еще, наверное, в 2-м, 3-м веке в таком виде не было, не было такого, что вот иерархия самодостаточна для совершения того же богослужения и всего остального, потому что изначально главная функция представителя все-таки это возглавление евхаристического собрания, то есть, вот, по крайней мере, в рамках евхаристической экклезиологии там есть тоже свои перегибы, там вообще все остальные функции не учитываются, и это единственная задача возглавлять евхаристию. На самом деле, не совсем, понятно, что у них была и функция управления, и кто-то должен был действительно иногда даже силу применять внутри, вот эту силу церкви, ее озвучивать, например, как бы отлучать тех, кто разлагает церковь, да, то есть и Павел, кроме того, что он возглавлял, ну, проповедовал, возглавлял евхаристические собрания основанных им общин, вообще-то отлучал, но тоже не то, чтобы, как бы сказать, извне, вот эта власть, как раз не из нее, очень характерно, как он отлучает, он очень сильно, так сказать, к этому подвигает саму, вы должны отлучить вот этого человека, который в тяжких грехах, и должны отлучить его от общения, вот, и, в принципе, это третье послание Иоанна очень хорошо там тоже видно, где он говорит, что, как бы, вот, когда приду к вам, когда это будет изнутри, когда мы все вместе это решим, то я вот наведу, так сказать, паря, а не вот извне директиву пришлю, то есть это должно быть действительно всегда внутри общины, там тоже были всякие, значит, сложности, так сказать, вызванные там, да, и Иоанн тоже не издалека это все, это я вообще письмо напишу, и у вас все, так сказать, то, и Павел пишет примерно так же, то есть я не употребляю жезл власти, так сказать, да, вот, и даю вам время одуматься, там, самим этот вопрос решить, пока не приду, вот, когда приду, да, так сказать, когда сам возглавлю ваше собрание, вот тогда лучше вам сейчас самим, так сказать, исправиться, прежде чем дождетесь, когда я приду к вам не с пастерским словом увещевания, а с жезлом, то есть со своей апостольской властью, вот, то есть не дистанционно эти вопросы, так сказать, решались, да, но изнутри общины. И со временем происходит такое искажение, оно во многом выражается, то есть это и в постепенном переходе вот к, допустим, к все меньшему участию в богослужении, тех, кого мы условно называем мирянами, в появлении практики тайного чтения молитв, появление закрытых... Нужно для людей не совсем просвещенных понять, что такое тайные молитвы. Большинство основных молитв, по крайней мере, на Ифхаристии, по крайней мере, сейчас, в данном отрезке времени, сейчас, я думаю, что, кстати, тоже будет меняться, большинство храмов читается все-таки тайно, то есть вот когда хор что-то поет, в это время священник вычитывает, то есть это больше часть народа этого не слышит. Понятно, что так не было века до восьмого, в принципе, и в древней церкви эта практика была абсолютно неорганична, мы себе не можем представить, чтобы вот в первом христианском ифхаристическом собрании предстоятель что-то говорил, а остальные не слышали. Например, то же самое, как Христос бы возносил благодарение, когда он освящал этот хлеб, а остальные бы не слышали, делал бы это шепотом, но это очень сложно себе представить. И все, абсолютно все источники говорят, что по-другому быть не может. Древняя церковь ничего не прятала от тех, кто член церкви. Какие-то вещи не рассказывались оглашаемым, но так они еще и не крещенные. И они вообще, в принципе, должны были выходить к этому. Конечно. И вот когда они выходили, те, кому нельзя быть на службе, на важной части службы, да, когда таинство ифхаристия совершается, остальные все слышали. От верных церковь никогда ничего не скрывало, от полных членов церкви. Это просто было бы очень странно, мягко говоря. Но постепенно, то есть если сначала линия, как бы вот некий водораздел, то, что называется дисциплина аркана, тайное учение, то, что не для всех, она проходила по некой такой границе верные, оглашаемые, вот оглашаемые действительно не все, им даже не рассказывали подробно, что такое ифхаристия, только после крещения. То со временем вот этот просто водораздел сместился между клиром и, условно говоря, мирянами, даже всеми остальными верными. То есть вообще самая маленькая часть осталась как бы с пониманием того, что происходит, в том числе в богослужении. А остальные должны просто стоять, молиться там о чем-то своем, слушать песнопение, молитвы для них остались закрыты. Потом появляется еще позже. Где-то в веку к девятому все молитвы начинают считаться тайно. Основные в веку к одиннадцатому, по крайней мере, в восточных храмах появляются иконостасы, глухие, до этого не было. То есть мы меньше тысячи лет живем, собственно, с закрытым иконостасом. У нас одиннадцатый, двенадцатый век – это полное закрытие, так сказать, алтаря. Нет, тут пресловутый клир и мир. Откуда это пошло? В принципе, исследователи говорят, что даже для греческого христианства это не было изначальной идеей. Скорее, такой немножко восточной, сирийской идеей. Там появляется такая идея о том, что только клирики, вот они в этом смысле уже сближаются с таким явлением античным, как мисты. То есть когда мы говорим о мистериях, елевсинских, там, всех прочих, то там, конечно, да, там очень четкое деление на мистов, посвященных, и тех, как мы называем, профанами, которые, собственно, просто как-то зрителям этой мистерии остаются. И вот здесь это чуждое, собственно, христианство, изначально. Представитель не мист. Представитель непосвященный, а остальные непрофаны. То есть они вместе, он просто один из, он старший, у него особая харизма. А тут получается, что вот эти имеют некое знание, некое посвящение, а остальные от них что-то получают в ту меру, в которую это изволит им дать. То есть это видно, например, в шестом веке это уже появляется. Если мы читаем такую литературу шестого века, как книги Дионисия Ареапагита, условно, корпус Ареапагитику, псевдодионисия, то вот там, там очень четко эта иерархизация происходит, не у книги о небесной иерархии, ею сопоставляет церковную иерархию, и, судя по всему, главная идея, одна из главных идей Дионисия Ареапагита в том, что полное ведение божественного откровения и истины доступны только на самом верху, только и у сонга епископа. Дальше оно, даже при свитере, оно уже спускается в усеченном виде, и вот по убывающей, что остается, как бы, ну, условно, мирянам, да, то есть пастве, ну, какие-то вот, то, что им ретранслирует вот епископ, то есть вот полноту, и тогда, конечно, они не ровняют, тогда, конечно, епископ может что-то знать, произносить какие-то молитвы, которые остальным даже слышать не надо. А остальные должны в это время, как говорили сирийские восточные авторы, пребывать в трепете и мистериальном молчании. То есть, и один из ранних, очень авторитетных христианских, этих мистерианских учителей, это восточные христиане, мистериане, у них это очень сильно выражается, уже в веке в седьмом, например, Нарсай, он пишет, что когда наступает время таинства, священник уста церкви, то есть у церкви только одни уста, это священник, остальные безмолвствуют, он открывает, значит, уста и говорит с Богом, как своим близким. То есть у него особое отношение, а у остальных как бы нет. И вот это все с востока, оно проникло в том числе и, так сказать, в греческое, и в латинское христианство. Это века заняло, конечно, это не сразу, но со временем вот это вот и визуальная как бы стена, вот и, скажем так, отлучение, вот даже слышание, я не говорю о том, что в веке в третьем есть такие, как бы, литургические рукописи, которые говорят, что люди не только слышали, что говорит епископ, а хором за ним повторяли. То есть это, может, было не всегда, это не обязательно было, там, достаточно, чтобы епископ озвучивал молитву церкви, общую молитву, но в некоторых суругольках так и было. То есть епископ говорит, часть евхаристической молитвы, там, построчную буквально, люди за ним хором повторяют декламу, то есть и они так все, это самое, что у меня есть полное моление. Конечно, ну, для третьего века это еще было, может, вполне нормально, вот, а там четвертый, пятый, шестой, в общем-то, к восьмому веку увидим то, что видим, то есть молитву уже читаются тайно, через некоторые закрываются, когда, кстати, у нестаряне первые стали закрывать их анастасы, это тоже очень характерно, у них синхрон, у них раскопаны нестарянские храмы, там, в Персидском заливе, у нас, в Киргизии, восьмого века, даже на седьмого, то есть как они пошли там, вытесняемые из империи официальную, официальную церковь, нестаряне уходили в восточную, и там вообще наглухо все, то есть там совсем скрыто, то есть вот эта идея такого мистического разделения, так сказать, она там, да, видимо, чуть раньше, чем в остальной империи. Угу. Вот у нас остается совсем немного времени, наверное, для какого-то обширного вопроса, времени не остается совсем, я бы просто так же, может быть, анонсировал, что в следующий раз мы, наверное, поговорим, очень, сейчас не хочется просто задавать вопрос, чтобы был усеченный ответ, о соотношении вообще иерархичности и идеи соборности, все-таки мы веруем в единую соборную, апостольскую церковь, и не является ли в этом как раз противоречи, что иерархия эту самую соборность, получается, каким-то образом разрушает. Мне бы очень хотелось, ну, какой-то совсем, если кратко, мостик перекинуть в следующую нашу передачу, в нашу встречу, о том, а есть ли вообще, как вам кажется, вот вы священник уже с многолетним опытом служения, есть ли, как вам кажется, спрос у людей на возвращение в состоянии не просто безмолвствующей паствы, а вернуться к изначальности? Я могу совершенно точно сказать, что не в такой степени он есть, который хотелось бы. Сказать, что его совсем не, тоже нельзя. Сказать, что сейчас тотальная такая активность, тоже нельзя, но, слава богу, вот, если там, допустим, не знаю, какое-то время назад, даже в 90-е годы, это было возвращение в церковь, в такое, так называемое, второе крещение Руси, да, просто массовое, но оно было неосознанным, то сейчас как-то все больше приходится сталкиваться, пусть не в таких масштабах, сейчас кто приходит в церковь, все-таки, ну, мне сейчас все больше попадается людей, которые, ну, готовы себя активно в церкви как-то находить. Вот, понятно, что все равно есть некая массовая такая инертность, и здесь, мне кажется, очень важно, в этом говорили, в том числе, в Москве, на разных, так сказать, площадках не ждать, пока она сама не проявится. Здесь, конечно, если пастырь начинает вот это все осознавать чуть раньше, чем его пасты, он должен как-то, понятно, что людей не заставишь активно участвовать, но они просто, иногда у них нет этого запроса, потому что они не знают, что можно по-другому участвовать, они не знают, что можно, не знаю, там, сказать, слышать эти молитвы, они не знают, что можно изучать эти молитвы, что они важны, что они настолько, да, то есть, когда начинаешь с людьми об этом говорить, да, когда они их узнают, да, когда они узнают какие-то другие аспекты литургической жизни, в которых могут участвовать активнее, для них это оказывается открытым, то есть, скажем так, спрос надо создавать, здесь такая рыночная ситуация, что просто спрос должен родить сам как-то, предложение, мы будем ждать спроса. Нет, но это даже в рынке не так. Спрос тоже. Для чего всякие эти, так сказать, маркетинговые и прочие ходы существуют? Спрос надо стимулировать. То есть надо людям объяснять, действительно, надо людям говорить и о вообще литургическом значимости общины, да, и о том, так сказать, как можно, какие формы участия, как, и не только литургические, да, то есть, в общем, повышать общую грамотность, чтобы потом люди могли, ну, помогать, в том числе, священнику, да, нести себе, там, какие-то служения, свидетельства, проповеди, то есть, чтобы священнику не было вот такой одинокой фигуры, которая все на себе тащит. Отец Максим, на сегодня все. Спасибо вам большое за столь содержательный и интересный диалог. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Напомню, что следующая передача, как бы, подытожит вот этот цикл. Мы поговорим о том, какие пути выхода вообще есть назад к соборности. Поговорим в целом о том, что это заявление такое, почему мы в него веруем. Присоединяйтесь к нам в следующий вторник. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова